Здравствуйте! Антон Попов, меня зовут. Это новости Прима. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас вторник, 27 июля. Прямо сейчас о самых важных темах. Строить метро в Красноярске снова должны начать через полгода. Как сейчас выглядит единственный тоннель подземки. Через минуту. На трассе Красноярск-Одинска прокинулся маршрутный микроавтобус. Есть пострадавшие. В Роспотребнадзоре рассказали, как проводить обязательную вакцинацию. Работодателям, которые не будут исполнять предписания, грозит наказание. Масштабную сеть незаконных оружейных мастерских накрыли сотрудники ФСБ. Одна из них работала в нашем крае. Новость полна оптимизма. К строительству метрополитена в Красноярске приступят в начале 2022 года. Об этом сегодня рассказал губернатор края Александр Рус. Сейчас проектировщики ищут решения по оптимизации стоимости. Как пока выглядит единственный тоннель метрополитена на глубине больше 40 метров, увидел Евгений Шиповский. Метро в Красноярске начали строить в 1995 году. И, возможно, бы уже достроили, но все уперлось в недостаток финансирования. 11 лет назад станции законсервировали. Остался один тоннель, на обслуживание которого ежегодно тратят десятки миллионов рублей. По единственному тоннелю в Красноярской подземке, протяженностью 2 километра 300 метров, рабочий передвигается либо пешком, либо на вот таком вот дизельном поезде-багонетке. Что сказать, ехать здесь не то, что комфортно, а очень шумно, мокро и холодно. Работы ведутся у нас по обслуживанию выработок, по их содержанию. Это откачка воды, спуск людей для проверки конструкции, далее вентиляция, потому что если не делать вентиляцию, выработки придут в бездействие через несколько недель. Также мы делаем осмотр выработок и свежение за их деформацией. Сейчас мы находимся прямо под остановкой Копылова на глубине 40 метров. Как такой, станции здесь пока еще нет, и это финальная точка. А дальше уже туннель пойдет на станцию Вокзальная, и протяженность его составит около 2 километров. Планы на строительство метро в Красноярске вновь грандиозные. По проекту протяженность подземки составит почти 13 километров. Всего планируют в два этапа построить 9 станций от Высотной до Северного. Изначально их проектировали на глубине до 60 метров, но теперь хотят сделать не глубже 25. Спуск в метро станет для пассажиров более быстрым. Кроме того, предполагается, что в метро будут ездить беспилотные укороченные составы до 5 вагонов. Сейчас проект проходит экспертизу и оптимизацию стоимости строительства. Мы надеемся, что проект метро в его окончательном варианте у нас появится до конца года. Сегодня мы имеем положительное заключение по инженерным изысканиям и готовы к началу подготовительных работ. Мы надеемся, что подготовительные работы могут начаться уже в течение либо первой половины следующего года. Не исключено, что в конце года текущего. Сейчас несколько групп экспертов работают над удешевлением стройки, которая пока оценивается в 128 миллиардов рублей. Как говорит губернатор, в этот раз с нами президент. И это главная гарантия того, что подземку все-таки начнут строить и завершат работы в 2025 году. Ожидаемый расчетный пассажиропоток Красноярского метро составляет 66 миллионов пассажиров в год. В перспективе эта цифра может увеличиться в 4 раза. Евгений Шиповский, Степан Майер, Новости Прима. Маршрутный микроавтобус Красноярск-Одинск перевернулся на трассе. Есть пострадавшие. Все произошло ночью на 200-м километре дороги Канск-Абан-Багучаны. Скорее всего, водитель Хонды уснул за рулем и в какой-то момент съехал в кювет. Машина опрокинулась. Время в пути у него 14 часов и часть ночью. В салоне были пятеро пассажиров. В ГИБДД сообщают о трех пострадавших. Мужчинах 36 и 56 лет и 29-летней женщине. Их отвезли в больницу. Полица ОСАГО, талона техосмотра и путевого листа у водителя не было. Атрибутов такси и гайки на одном из колес тоже. Протоколы составили как на водителя, так и на перевозчика. ГУФСИН рассказал новые подробности о коронавирусе в детском лагере Республика Солнечная. Ковидом заразились трое ребят, остальных наблюдают. Напомню, первыми о вспышке ковида в лагере в Ермолаеве рассказали родители в соцсетях. Они написали, что через неделю пребывания сотрудники лагеря позвонили им и попросили срочно забрать детей. У одного из мальчиков подтвердился тест на ковид. Позже вирус обнаружили еще двоих ребят. Все лица, с которыми контактировали зараженные, были изолированы. Дети переданы родителям. За остальными ребятами у нас организовано наблюдение. Проводятся профилактические мероприятия в соответствии с действующими нормативными документами. Еще 485 новых пациентов выявили в крае за сутки. Порог заболевших с начала пандемии 89 тысяч пройден. Больше всего, как всегда в Красноярске, 106 человек заразились ковидом. На втором месте Норильск 43 случая в закрытом Железногорске, чья статистика в общий краевую не входит. 44 новых случая выписались. 240 пациентов умерли 20. В управлении Роспотребнадзора по краю рассказали, как именно должна проходить обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. У работодателей есть время до конца июля, чтобы подать списки сотрудников, которым нужно сделать прививку в ближайшую поликлинику. Тех, кто поставил вакцину сам или имеет противопоказания, в них быть не должно. Полный курс вакцинации против COVID-19 до 15 сентября должны пройти не менее 60% от общей численности работников. Для этого первый компонент надо поставить не позднее 25 августа. Работодателям советуют давать для этого сотрудникам выходной вместе с переболевшими и теми, кто уже поставил прививку. Уровень коллективного иммунитета должен доходить до 80%. В остальные 20 входят те, кто имеет метод ввод от вакцинации, учится на рабочем, не на рабочем месте, находится в декрете или ушел в неоплачиваемый отпуск на время пандемии. Те, кто поставил прививку, должны сообщать об этом в отдел кадров. Оттуда информацию передадут в Роспотребнадзор. В ведомстве, кстати, заявляют, что за нарушение предписания работодателей ждет административная ответственность. Напомню, обязательная вакцинация в крае касается работников 16 категорий из разных сфер. Судебное решение в деле о сносе скандального кафе-кантри еще может быть обжаловано. Сегодня Краевой суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. Напомню, надзорный орган потребовал снести здание, но суд ему отказал. Прокуратура потребовала отменить это решение и назначить еще одну экспертизу, которая определит, соблюдены ли при строительстве кантри все правила пожарной безопасности с точки зрения самой конструкции. И насколько огнестойкие рядом стоящие здания. Теперь эту экспертизу должны провести. Напомню, перестройка кафе началась в сентябре 2018 года. Его внешний вид сразу вызвал вопросы у красноярцев, так как вместо одноэтажного ларька появился целый объект капитального строительства, сомнительный в эстетическом плане. На зените дорога снова ушла под землю. Продырявился поворот на улицу Октябрьскую. На дороге провалился асфальт в двух местах, кроме ям. На всем аварийном участке пошли трещины. В управлении дорог рассказали, что это место уже ремонтировали в начале лета. Не прошло и двух месяцев, как история повторилась. Причину провала дорожники еще выясняют. А в 2016-2014 году мы рассказывали уже, как здесь же происходили крупные коммунальные аварии. Из люков фонтан кипятка бил и были даже пострадавшие. Масштабную сеть незаконных оружейных мастерских накрыли сотрудники ФСБ. Одна из них работала в нашем крае. Всего задержали 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России. Занимались они восстановлением боевых свойств гражданского оружия. Гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и многое другое делали в 32 мастерских. Потом продавали через интернет. Изъяли почти 300 единиц огнестрельного оружия. Ведомстве сообщили, что сейчас наказание за такие преступления ужесточили. Полиция задержала убийцу старушки из Назарова спустя 3 месяца. Ей оказалась ранее судимая 50-летняя жительница Назарова. Напомню, этой весной тело 80-летней пенсионерки нашли в ее квартире с травмами головы. Из улик было только видео с камеры наблюдения. На кадрах некая женщина перед убийством заходит в подъезд дома пострадавшей. Как выяснилось позже, она вошла в квартиру пожилой женщины под предлогом выплаты пенсии. Несколько раз ударила ее тупым предметом по голове, после чего скрылась. Свою мину подозреваемая признавать не хочет. Пока идет следствие, ее заключат под стражу. Ночное ДТП на абсолютно пустой дороге на Батурино. На видеозаписи, которая попала в сеть, видно, как машина сначала петляет по проезжей части, потом вылетает на тротуар и вырезается в забор, за которым растут ели. Водитель «Фольксвагена» оказался пьяный, не пострадал. Теперь его ждет лишение прав и штрафа. В ГИБДД напомнили, что о нетрезвых водителях можно сообщать на синюю линию по телефону 263-10-19. Далее еще пять новостей, коротко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зебра находилась всего в 50 метрах. Серьезных травм ребенок не получил. Но с начала этого года 13 детей-пешеходов попали в ДТП по собственной неосторожности. Красноярцев возили в неисправных автобусах. Три таких машины выявила прокуратура Ленинского района. Все они обслуживали 65-й маршрут. В автобусах было нарушено рулевое управление. А использовать транспорт с такими неисправностями строго запрещается. Сейчас их сняли с маршрута, а перевозчика оштрафовали. Правда, всего на 15 тысяч рублей. Массовые отключения холодной воды в Октябрьском и Советском районах отменяются. Напомню, в конце июля и середине августа коммунальщики должны были остановить водозаборы острова Татышев и Гремячий лог для профилактики. Однако рабочие сделали все заранее. Так как теперь в Краскоме готовят оборудование к зиме, используя только локальное отключение. Бургерная Black Star Burger все-таки откроется в Красноярске. Это произойдет уже в пятницу. Разместится заведение в ЦРЦ Планета. Напомним, одним из учредителей сети фастфуда был рэпер Тимати. Бургерная уже пыталась зайти на красноярский рынок общепита в ноябре 2019 года, но неудачно. Тогда заведение хотели разместить рядом с театром оперы и балета имени Хворостовского. Обвинение в неуплате налогов предъявили следователи Анатолию Быкову. По данным силовиков, с сентября 2014 по июнь 2017 две иностранные компании уступили ему права требования долга к трем красноярским фирмам, которые были аффилированы к бизнесмену. Частично должники погасили долг, вернули больше 467 миллионов рублей, а Быков, по версии следствия, не заплатил с этих средств налог на доходы физлиц. Цена вопроса более 60 миллионов рублей. Напомню, всего политик и предприниматель является фигурантом четырех уголовных дел. Организация двойного убийства в 1994 году, организация криминальной группировки, уклонение от уплаты налогов и подстрекательство к убийству. Коммунальная реновация дошла до северокрая. В Норильске начали строительство нового участка коллектора. Его длина будет 600 метров. Строители возводят резервную схему подачи воды в дома, а затем начнут менять ветхие коммунальные сети на новые. Работы по развитию города будут продолжать до 2024 года и в перспективе до 2035. В этом году на эти цели выделят 400 миллионов рублей. Всего за три года на замену сетей уйдет около полутора миллиардов рублей. Министр промышленности края Евгений Афанасьев проинспектировал ход работы и обсудил с жителями Норильска вопросы ЖКХ. Уверен, что принятые решения и те необходимые решения, которые были сегодня в том числе озвучены, они позволят в максимально сжатые сроки реализовать весь комплекс мер. Причем комплекс мер мы планируем реализовать опережающим темпом. Этим летом наша съемочная группа побывала в нижней точке Бородинского угольного разреза компании Суэк. Там, где первобытное топливо дробят и грузят в ЖД-вагоны. Разрез в Бородино не только крупнейший в стране. Он уникален по способу добычи и отгрузки угля. Сколько весит гигантская роторная машина. И почему уголь из Бородино с аппетитом едят и малые котельные, и все ТЭЦ-края. Смотрите первую серию проекта, сделанную в Сибири к 20-летию компании Суэк. Да, мы стоим на борту самого крупного разреза в России. Что такое 20 миллионов тонн угля? Если на гигантские весы загнать 4 миллиона африканских слонов, такой и даже больший вес годовой добычи угля на Бородинском разрезе компании Суэк. Это крупнейшее предприятие открытой угледобычи в стране. Свет и тепло в наших домах родом именно отсюда. Сейчас все красноярские ТЭЦ используют бородинский уголь. Топливо здесь извлекают не подземным способом, а более безопасным и эффективным открытым. Уголь снимают пластами, как со слоеного пирога. Длина рабочего борта 7 километров, ширина 2 километра, высота до 100 метров. Площадь сравнима с двумя тысячами футбольных полей. Вот смотрите, вот какой разрез. Есть он такой же и был точно, только он был не там, а вот здесь, когда я приехал. Николай Лалетин, управляющий Бородинским разрезом, трудится на предприятии 41 год. Хранилище оно накрыто достаточно мощным слоем скрышных пород. Приходится прилагать немалые усилия. С другой стороны, это уникальное месторождение. У него благоприятное залегание угольного пласта, достаточно выдержанное качество. Наш уголь бурый. У него достаточно высокая теплотворная способность по сравнению с другими месторождениями бурых углей. Достаточно небольшая зольность. Поэтому очень многие станции, они забирают наш уголь, как говорят, с удовольствием. Едят его. Едят наш уголь и в крае, и во многих других городах Сибири, и на Дальнем Востоке. Василий Дегтев Начальник Бородинского отделения углесбыта. Стаж работы на разрезе 38 лет. Основное преимущество это то, что наш уголь низкосернистый. Поэтому все наши станции, российские и зарубежные, с удовольствием его используют. Тем самым, снижая вредные выбросы, процентов, наверное, 60-70, это мелкие предприятия Красноярского края. Плюс Хакасия, плюс Новосибирские станции, плюс Алтай, Барнаульская ТЭЦ-3, предприятия Минобороны. Технология вывоза угля здесь уникальна. Бородинский разрез – это фактически угольный склад под открытым небом. Составы под погрузку приходят прямо к экскаватору и от него по железнодорожным путям отправляются напрямую к потребителю. Режем, получается, пласт, отрабатываем пачками. Роторные экскаваторы РП-2500, таких в стране два, и оба вгрызаются в угольные пласты здесь, на Бородинском разрезе. ЖД-вагон этот гигант заполняет углем менее чем за минуту. Миллиард тонн добычи в 2016 году достигнут рубеж с начала эксплуатации. Этого рубежа еще не достиг никто в России. Наша же задача – гарантировать всю ту потребность, которая существует в угле. Поэтому мы в этом духе, как говорится, с этой целью и настроены на работу. Бурый бородинский уголь класса «Б» не нуждается в обогащении. Все это – чистый уголь. Он уже готов ехать к своему потребителю в дома для печного отопления, на ТЭЦ, на Агресс. Это не тот уголь, который мы покупаем в пакете, как в супермаркете для мангала или шашлыка. Это уголь природный. И вот такой пласт может быть мощностью или по-другому высотой почти 54 метра. Для разных потребителей уголь требуется разный. Крупные куски предпочитают жители частных домов. Мы отсеваем мелкий класс, мелочь. И крупные кусочки остаются. Они не проваливаются сквозь решетки, а полностью сгорают. С внедрением у нас в жилых домах автоматов и полуавтоматов. Эти сортовые угли пользуются спросом. Совсем мелкая фракция идет на ТЭЦ. Это позволяет энергетикам экономить на дроблении топлива. За год продвижение фронта горных работ на Бородинском разрезе составляет 80 метров. То есть, грубо говоря, разрез очень ощутимо шагает. И благо есть куда. Поле деятельности и для нас, и для наших детей еще здесь огромное. Потребность и спрос на наш уголь, я думаю, что будут существовать еще долгие годы. В следующей серии команда «Примы» знакомится с экипажем экскаватора высотой с 10-ти этажку. Ну понятно, уголь так нет. Металл, зима, мороз. Конечно, это нелегко, лучше в офисе сидеть. Железный характер и зеленые гектары на месте угольных отвалов. Сосенки, там облепиха, все это зеленая зона. Садчиков видел, лисичек видел. Экология, промышленные лаборатории и планы на будущее. В проекте сделано в Сибири специально к 20-летию компании СОЭК. Скоро на телеканале «Прима». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова